Татьяна Николаевна, все-таки хочу ваш комментарий по поводу... По поводу флага, да? Да, вот. Как вы считаете, нужно ли выделять на него деньги из городского бюджета? Вы как глава фракции «Слуга народа», что думает фракция ваша? Будете ли вы поддерживать эту инициативу? Я, знаете, считаю, что, конечно же, это надо делать. И здесь сама по себе интересно, но мне кажется, немного может быть не вовремя сейчас. Потому что я все-таки бюджет, я говорю о городе, да, не демонтирован. И есть такие острые статьи, на которых нужно сейчас выделять деньги. А, конечно, то, что происходит в области, и чему просто мне занималась, поэтому я не могу сейчас прокомментировать по области, то, что касается города. И все-таки на сегодняшний день, хоть идея и очень хорошая, подчеркну, нужно все-таки закрыть первоочередные потребности. А вот, к примеру, на что бы вы считаете, лучше было бы потратить деньги вместо выделения денег на этот проект, на что бы лучше их перенаправить? Ну, знаете, сегодня, как бы, сложно сказать, на что бы лучше, потому что у нас очень много проблем в городе. Вот сейчас очень остро стоит вопрос с питанием, да, когда сняли, и родители там 50% оплачивают сами. Это же тоже острый вопрос. Ну да. У нас, мы знаем, там есть барки неосвещенные, ну, много чего есть в городе. Я вот когда была на выборах, и нам казалось всегда, что самая большая проблема – это дороги, на самом-то деле это не так. В некоторых домах проблемы с крышами. Вот департамент энергоэффективности, не могу не сказать об этом, да, я видела, что есть детские сады с незаконченными проектами, их надо заканчивать, там же дети наши, школы. Поэтому я считаю, что все-таки первые звездные потребности надо закрыть, а потом уже все-таки развивать и вот эти идеи с флагами, они нужны. Это наше воспитание наших детей, это очень надо, это важно. Но, наверное, просто не вовремя, не сейчас. А вы будете как-то обсуждать этот вопрос на фракции? Да, будем обсуждать, безусловно, да. Просто мы вот, вы сегодня когда набрали, меня была не готова, потому что фракции не было еще. И, конечно, будем обсуждать. А вот не знаете, какое мнение у главы облгосадминистрации? Вот ведь депутат городского совета, наш губернатор Виталий Ким, ведь он, мы, насколько знаем, это идея офиса президента, он является представителем президента здесь у нас, в нашей Николаевской области. Вот какая его позиция? Поддержит ли его позицию фракции? Я не связывалась с Виталием Александровичем, на эту тему мы не говорили с ним. Он сейчас находится в отъезде, просто в Первомайске, уехал куда-то в район. Поэтому мы с ним не поговорили на эту тему. Но я думаю, что на ближайшей фракции, конечно же, мы это обсудим. А как вы думаете, а может ли быть такое, что вот Виталий Александрович проголосует за выделение денег, а вот фракция не поддержит его идею? Может ли такое быть? Ну, знаете, я уже говорила, у нас достаточно самодостаточные такие люди. Поэтому, в принципе, мы всегда монолитно голосуем. Но, конечно, у каждого есть свое мнение. Все возможно. Понял. Спасибо вам большое, Татьяна Николаевна. Мы просто на эту тему не говорили с коллегами из фракции, не говорили, поэтому вы можете сделать звонок немного позже. Окей, понял. Мы еще раз можем на эту тему поговорить.